Дорожное происшествие на улице Даниловского помогло выявить нетрезвого шофера, который оказывал услуги такси на брендированном автомобиле. При попытке отъехать от конечной остановки автобуса 21 маршрута, водитель Тииды врезался в задний бампер припаркованного у ларька Авенира. Универсал в момент ДТП не двигался, но 38-летний водитель находился поблизости и стал очевидцем происшествия. Мужчина видел, кто управлял Uber-такси. Отпираться 37-летнему шоферу было бессмысленно. Таксист признал и свою вину, и тот факт, что сел за руль в пьяном виде. Оказалось, что машина ему не принадлежит. Она арендуется у собственника, который держит целый парк аналогичных транспортных средств. Владельца пригласили на место ДТП, причем он оказался тут даже раньше, чем о ДТП, узнали автоинспекторы. Хозяин старенького Авенира требовал в качестве компенсации ущерба 5000 рублей. Но автовладелец сообщил, что готов отдать на месте лишь вдвое меньшую сумму. Хозяину разбитой Тииды не было резона выгораживать арендатора, так как, по мнению автовладельца, такой шофер в его команде не нужен. Мужчина отметил, что разорвет отношения с любым арендатором машины, который будет замечен за рулем в нетрезвом виде. Даже в том случае, если после проступка нарушитель ухитрится сохранить водительские права. Шофер с утра проходил медосмотр и был трезвым. Выпить мужчина успел в течение рабочего дня. Владелец Тииды сам настоял на том, чтобы к месту столкновения, которое обошлось минимальными повреждениями для обоих транспортных средств, пригласили экипаж ГИБДД. У полицейских возникли вопросы и к невиновному шоферу. Оказалось, что авенир не застрахован. Кроме того, после покупки универсал не был переоформлен на нового собственника в установленный срок. Таксист лишится прав по решению суда. Мужчина выплачивает взносы за ипотечную квартиру. Он женат и воспитывает троих детей. С места происшествия. Михаил Сергеев и Леонид Булдагиров.